Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets и оставляйте вопросы в секции с комментариями, если они, конечно же, есть. Сегодня на повестке экономического календаря данные по ВВП и еврозоны в 10.00 по GMT и, пожалуй, самый главный релиз может быть даже не только этой недели, а последних двух-трех недель. Это данные по состоянию американского рынка труда. Non-Farm Perils – отчет традиционный релиз, который, пожалуй, является самым качественным показателем состояния данного сектора американской экономики, и он будет опубликован в 13.30 по GMT. Мы будем разбирать блок статистики и динамику изменения общего количества новых рабочих мест, уровень безработицы и изменения темпов роста заработных плат. Потому что все эти компоненты в конечном счете могут оказать самое прямое воздействие на показатели инфляции, ну и, разумеется, на будущую политику американского регулятора. На данный момент времени индекс доллара 102.76. Пока что на рынке сохраняют позиции довольно прочные продавцы. Но сегодня, опять же, выход тех данных, которые я озвучил, могут изменить тенденцию и, соответственно, вернуть на рынок покупателей. Что у нас по факту уже прошедших событий этой недели? Это двухдневное выступление Паула в Конгрессе перед Банковским комитетом и Палатой представителей. Если обобщить, опять же, тезисы, которые были озвучены, хочу отметить то, что они нам уже знакомы, опять же, по последней риторике Паула о том, что решение по ставке не принимается заранее, оно полностью зависит от публикуемой макроэкономической статистики. То, что нет уверенности в дальнейшей устойчивой тенденции снижения инфляционного давления, то, что американская экономика избежит жесткой посадки, экономического спада и рецессии. И среди, опять же, руководства американского регулятора нету как бы даже единой общей или усредненной какой-то позиции относительно того, сколько раз ставку можно будет снизить в этом году. Хотя я с этим не особо-то согласен, потому что те представители американского регулятора, которые уже выступали, часть из них — это голосующие члены Федрезерва, то есть ответственные за решение по ключевой ставке. Они как раз поддерживали идею того, что ставку нужно снизить как минимум дважды или трижды в этом году. Но когда мы перейдем к снижению ключевой процентной ставки, я думаю, что у нас уже тотально изменится тенденция по доллару, и мы перейдем к долгосрочным ожиданиям того, что мягкая экономическая политика будет долгосрочно ослаблять позиции доллара. Но сейчас это не так. Напомню, у нас есть инструмент FedWatch Tool, который дал нам дорожную карту от этих ожиданий, когда стоит ориентироваться на первое снижение ключевой процентной ставки. И если вы решили, что после выступления Паула рынок стал активнее закладываться под снижение ставки, например, в июне, тут вы не правы, друзья. Потому что по прошествии двух дней мы можем сказать, что вероятность снижения ставки в июне, собственно, также и осталась на тех же самых значениях 54-56 процентов, которые мы наблюдали еще и на прошлой неделе. Поэтому в целом рыночные ожидания совершенно не изменились. Отсюда делаем вывод, что рынку нужны дополнительные вводные сейчас для принятия решения, потому что, в принципе, делать с долларом дальше. И я очень рассчитываю на то, что все-таки трейдеры вспомнят, почему ФРС решил придерживаться жесткой риторики, почему ФРС опасается, что на рынке сохранятся вот эти предпосылки для усиления инфляционных рисков. И самая главная эта предпосылка — это крепкий и сильный рынок труда. По ожиданиям, количество новых рабочих мест в прошлом месяце может составить 200 тысяч. Это ниже, чем два месяца назад, когда был показатель почти 353 тысячи. Что касается уровня безработицы, то он останется на прежнем уровне 3,7 процента. Я, честно говоря, более оптимистично настроен сегодня. Я полагаю то, что общее количество новых рабочих мест составит примерно около 300 тысяч. И, соответственно, этот показатель может оживить интерес к доллару, потому что крепкий рынок труда будет как раз доказывать, что есть риски для еще... Ну, не будем говорить про разгон инфляции. Есть риски для того, чтобы инфляция в США, которая сейчас находится на отметке 3,1 процент, начала стагнировать там в течение более продолжительного периода времени. И это может убедить американский регулятор отложить первое снижение процентной ставки до июля, а не июня. И реакция первая должна все-таки быть в отношении доллара — это покупки и с возможностью возвращения этого инструмента снова в район 104 пунктов. Поэтому я не отказываюсь от прежней сделки. Именно ожиданий роста доллара. Если в понедельник мы поймем, что ни комментариев Павла, ни того, что мы ранее слышали у представителей Федрезерва, ни данных по рынку труда недостаточно трейдерам, которые ответственны за вот эти вот движения на рынке, чтобы индекс оказался на более высоких ценовых значениях, ну тогда будем пересматривать свои ожидания. А пока это делать еще рано. Золото — 2157 долларов за тройскую омницу. По-прежнему сентимент точно такой же, как и в начальной неделе. Тотальный перекос между покупками и продажами. 70% трейдеров находится в продажах, даже чуть больше. И золото на этом фоне растет, обновляет новые исторические максимумы. Сейчас стабильно. Я полагаю, что до тех пор, пока индекс настроения остается в текущем состоянии, картина особо не поменяется. Но еще раз призываю, что несмотря на очень хороший потенциал в текущих условиях для продолжения роста золота, нужно осознавать, что отчет Non-Farm Perils — это тот релиз, который может разом изменить тенденцию. И чтобы не попасть в просак, друзья, я рекомендую вам, если вы уже долгое время сидите в длинных позициях, все-таки признать важность релиза Non-Farm Perils и, наверное, перед выходом этой статистики зафиксировать результат уже достигнутый и посмотреть за развитием событий со стороны. Европейская валюта против доллара 1.0946. Вчера Европейский Центральный Банк провел заседание. Ставку, как и ожидалось, оставили на прежнем уровне 4,5%. И вы знаете, и прогнозы, которые были озвучены от Европейского Центрального Банка, и комментарии Лагард — это все среда исключительно для снижения курса европейской валюты. И полагаю, что если бы не доллар, который вчера сильно снизился, то европейская валюта котировалась бы уже на совершенно других значениях. евро бы оказался под давлением и уже был бы где-то в районе отметки 1.0850 и ниже. Почему я так уверен? Потому что Европейский Центральный Банк пересмотрел прогноз экономического роста еврозоны с 0,8% до 0,6%. Понизил прогноз по инфляции на этот год с 2,7% до 2,3%. А на пресс-конференции Лагард снова отметила, что да, есть вероятность скорого смягчения экономической политики из-за того, что еврозона прогрессирует в плане ослабления инфляционного давления. И главный ее комментарий — то, что Европейский Центральный Банк не будет ждать снижения инфляции в районе 2%, прежде чем начать действовать. Ну, согласитесь, это комментарии, которые мы можем охарактеризовать одним словом, как крайне мягкие. И, как я уже отметил, сегодня ориентиры для доллара — это нон-фармы, это же ориентиры для европейской валюты. Стоит только доллару перейти к росту, европейская валюта снова кажется под давлением. Что касается американского фондового рынка, в соответствии с ожиданиями новой исторической максимумы — 5162 пункта по S&P. Судя по всему, цель действительно 5300 и выше. Сейчас росту американской фонды способствует еще и резкое снижение доходности американских облигаций, которые уже в районе 4,1%. Биткоин 67 тысяч на этих выходных, скорее всего, трали продолжится, потому что много денег останется в этой среде, особенно на фоне закрытия традиционных рынков. Поэтому будем готовиться к мощным движениям, будем их ожидать. А в понедельник, разумеется, подведем итоги. Я лично совершенно не удивлюсь, если в понедельник мы будем говорить уже о котировках в 70 тысяч, потенциально даже выше. И пара доллар-японская, иена 147.90. Из последней статистики стоит отметить резкое снижение расходов японских домохозяйств на 6,3%. Почему укрепляется иена? Я думаю, что это связано все-таки с усилившимися в последние дни спекуляциями на тему того, что Банк Японии может в рамках уже мартовского заседания поднять процентную ставку. Но я думаю, что это очень большое заблуждение рынка. И разубедить его в этом сможет лишь само заседание, когда ставку не повысит. Придется подождать, оно состоится в конце этого месяца. Но в целом после этого ралли будет продолжено. Хотя я рассчитываю на то, что даже сегодня, когда выйдут данные по Non-Farm Perils, инициатива снова вернется к покупателям пары доллар-японская иена. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Продолжение следует...